Всем привет, мои маленькие любители гномок! Сегодня у нас очередная серия с новых серверов мейн-версии, куда я пошел смотреть не только хроники в целом, но и отдельный новый класс в частности. Этот класс уже народ назвал Агуши, и это такая вот маленькая гномка с магическим уроном, которая для ПВЕ использует двуручный меч, а для ПВП лук. В прошлых сериях мы много занимались бустом своего персонажа, проходили тяжелые инстансы, ходили на олимпиаду, осваивали фарм в поле, и все это было на абсолютно нулевом донате, но в сегодняшнем выпуске все поменяется, ведь я решил наконец-то вкинуть в игру 5000 рублей и посмотреть, насколько мейн-версия зависима от вложений денег. Таким образом, сегодня мы смотрим, что можно купить в игре и пытаемся более-менее оптимально потратить хотя бы половину вложенных средств, отправляемся на испытания новых игрушек и смотрим, насколько более эффективным стал персонаж, пробуем идти в ранее недоступные инстансы, встаем на соло-фарм в очень крутую локацию, делаем себе оконного бафера и прокачиваем сап-класс для максимальной эффективности, а также отправляемся на ПВП-ивенты типа фестиваля хаоса и олимпиады. Кстати, что с донатом, что без него, забегая вперед, скажу, что очень крутой буст в игре можно получить совершенно бесплатно, просто зарегистрировав аккаунт по моей ссылке из описания. Что такое магия? Может, магия — это заклинание? Или волшебные существа, готовые развлечь необычными трюками? Говорят, она заточена в предметах, мистическом оружии и чародейской броне. Но самое магическое во всем Эль-Марадене — это единороги. Окунись в мир магии с обновлением Age of Magic в Lineage 2 на Фогейме. Третья неделя игры была куда как интереснее второй, ведь мы наконец-то решили немного забустить персонажа донатом. На все это дело ушло около 5000 рублей, но, сбегая вперед, скажу, что этого оказалось слишком много и большая часть донатных монет в итоге просто пылится на складе. В местные лутбоксы под названием Таро мы не вкинули вообще ничего, ведь это самый верный способ потерять все свои деньги. Кроме того, мы не стали тратиться на всякие там руны опыта, так как все равно рано или поздно уровень вырастет и без них, а вот снаряжение само собой не появится. В итоге монеты пошли в первую очередь на буст снаряжения, и теперь наша пушка заточена на 21, а сет на 12. Вообще Агуша использует еще и лук, но чтобы прикупить такой, который можно будет тоже точнуть, придется потратить дополнительные монеты. А при том, что лук по сути нужен только на ПВП, то пусть пока что полежит неточенный. Играем мы в долгую, а значит на эспадоне, который будет давать нам гораздо больше преимуществ в ПВЕ, однозначный приоритет. Кроме того, я еще взял немножко кодексов на проточку самых актуальных скиллов, и некоторые из них, кстати, удалось довольно-таки нагло точнуть аж до плюс 7. В принципе, у нас есть еще некоторые другие штуки, которые можно было бы бустануть, да, там это реликвии, проточка плаща, вот там талисман сайхи еще можно поточить. Но пока что я не собираюсь с этими делами спешить, ведь с одной стороны это дороговато, а с другой у нас в любом случае будут в обозримом будущем какие-то акции, где можно будет этими делами заняться куда как более оптимально. И к этим акциям мы, кстати, вполне себе готовы, ведь на складе чуть-чуть меньше половины от общего доната лежит и ждет своего часа. Новое снаряжение на персонажа смотрится, конечно, вполне себе великолепно, но нас в первую очередь волнует эффективность этого снаряжения, а не его внешний вид, так что давайте что-нибудь попробуем делать. Нейтральная зона и каньон Тонор с островом аллигаторов теперь вполне себе нам доступны и даже можно на них качаться. Единственное, что вот именно нейтральная зона, она по большому счету в настоящий момент не максимально актуальна, потому что мобы жестковаты. С них идет, ну, пожалуй, довольно-таки много опыта, но убиваются слишком медленно. Также приодетая Агуша была отправлена еще и в обычные уже повседневные инстансы, и вы только зацените, насколько легко по сравнению с прошлыми разами мы фармим вот, допустим, 110-ю кастю. На Рурина мы тоже сходили, и теперь у нас не только появился промежуточный РБ, шанс появления которого всего лишь там порядка 20%, но также мы довольно успешно забрали самого вот Рурина, который здесь основной босс. Еще основным бустом стоило протестить локацию Храм Дракона Воды. Первый мой туда заход был в составе пати с танком и ПП, но, как оказалось, нам здесь было фармить даже слишком просто. В следующий день я уже отправился, взяв туда своего оконного ПП, и опять же все довольно-таки успешно получилось. На третий день я вообще максимально просто расслабился, обнагрел, встал туда просто одним персонажем в соло, и оказалось, что даже при таком варианте Агуша вполне себе справляется. И теперь мы имеем отличный способ фармить на ежедневной основе не только огромную гору опыта, но также Адену и соответствующие сундуки, которые мы поднакопим и откроем все сразу уже ближе к концу ивента. Ту же оконную ПП, кстати, можно использовать, чтобы соло закрывать лагерь Джамоа и разоренный Инадрил. В принципе, это вполне получается, но стоит все делать очень внимательно, ведь если мы слоим несколько сильных ударов подряд и в то же время не кританем своим уроном, то он нас просто положит. Соответственно, мы закрываем, конечно, все это дело, но делаем пока что это в режиме, когда мы наблюдаем за персонажем, чтобы он ненаруком не упал. Еще для нас теперь доступны локации типа Байлора и Пристанище. В принципе, вполне себе убиваются, да, со скрипом, да, медленно, но мы их осиливаем и можем забирать свою заслуженную награду. Пока что особо ничего не упало, но Адена и Заточки, в принципе, тоже пригодятся. Далее можно позаниматься фестивалем Хауса. Это особое мероприятие, которое проходит по вечерам с понедельника по четверг. Группа зарегистрированных игроков отправляет сюда каждые 15 минут и далее просто дерутся друг против друга. Если ты остаешься последним или убиваешь больше всех игроков, то можно забрать отличные призы. Ну а если по итогам месяца набрать в этом ивенте больше всех очков, то, во-первых, человек, который это сделал, он получит на своего персонажа крутой пояс, который называется Полномочия Правителя. Вот такой вот он офигенный, кстати, на самом деле. Ну и если что, то весь еще клан того человека, который набрал больше всех очков, также получит крутые пассивные умения. Понятное дело, что топ награды тут забирают те, кто играет в команде и обладает хорошим бустом, но тем не менее, во-первых, тут есть пвпшный фан, во-вторых, при любых раскладах мы забираем знаки битвы, которые можно обменивать на разную ценную требуху. Такие же знаки, кстати, тоже вполне себе идут с Олимпиады. И раз уж мы коснулись Олимпиады, то давайте пройдемся чуть подробнее. В новой экипировке Агуша, безусловно, фармит бои куда как успешнее. Во всяком случае, у нас теперь есть реальные шансы на победу против самых имбалансных проф, типа магов и призывателей. Побеждать каждого, конечно, пока что невозможно, но это не в последнюю очередь связано с тем, что Агуша не обзавелась самым нужным снаряжением для пвп и ориентируется в первую очередь на фарм мобов, а не персонажей. Как только мы сделаем хотя бы что-нибудь с нашим луком, то станет уже как интереснее. Кроме экипировки, кстати, на неделе мы также решили усилить Агушу саб-классом темного самонера. Из-за того, что с многочисленных ивентов на персонажа накапливается просто какое-то нереальное количество буста на опыт, удалось разогнать бонус аж до 1000%. И с 85 до 105 мы качнулись буквально там за 4 часа. Чисто ради интереса я этим сабом даже в рудники сходил. Как оказалось, мы можем там стоять в соул довольно успешно. Правда, не хватает ребяток на подхвате, чтобы подводили нам мобов. Плюс к тому, конечно, стоит немножко настроить макрос с мыши или клавиатуры. Ведь внутриигровая автоматическая охота, ну, она тормознутая. А да, какой-то кореец очень неспешный, по всей видимости, ее придумывал. И вот она получилась, какая получилась. Как говорится, ставь лайк за старание. Прокачанный саб-класс в итоге очень круто бустанул основу. Ведь за такое достижение нам выдали соответствующие сертификаты, с помощью которых удалось круто увеличить, во-первых, магическую атаку. Во-вторых, сократить откат умений. И, в-третьих, дорастить еще немножко дополнительной защиты. Ведь Агушев, что еще, ну, как я уже говорил в прошлых видео, она очень много может наносить урона. Но защита у нее совсем не кокуча. Теперь в этом плане будет немножко полегче. И на этом все, в принципе. На следующей неделе мы уже будем что-то думать насчет Асад. Надеюсь, удастся показать много прикольного ивента с подобных мероприятий. Вот. Ну и продолжим, конечно же, наше развитие. Уже, на самом деле, пора прокачиваться дальше и осваивать еще какие-то интересные места. Огромное спасибо за внимание. Совсем скоро увидимся в следующем ролике. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok